Сегодня мы поговорим о моделях тележек, которые есть в наличии в нашем магазине. Модели тележек, которые здесь будут представлены, относительно бюджетные и не ударят сильно по вашему кошельку. Эти модели уже испытаны нашими покупателями в пользовании и их можно рекомендовать для покупки. Больше постараюсь остановиться на моделях среднего размера, которые используются чаще всего. Немного о моделях небольших, об этом есть отдельное видео у меня на канале. И пару крупных моделей из тех, что сейчас есть в наличии. Ну вот модель, которая заслуживает внимания, на мой взгляд. Она из таких уже более крупных моделей. По высоте эта тележка 98 см. Металлические трубки в этой модели крашеные и она идет на хорошем полиуретановом колесе. Снимается колесо при необходимости, несложно нажатием на дужку. Колеса здесь более тяжелые по сравнению с обычными пластиками, но очень долговечные. Такие колеса встречались ранее и на других моделях. В данный момент времени у нас только две тележки на таких колесах. За все время продажи тележек на таких колесах с колесами вопросов не было. Чехлы в этих тележках довольно объемные, легко снимаются с основы. Одну липучку отстегиваете и чехол снимается. Я сняла чехол, чтобы показать вам каркас. Ломаться тут особо нечему, потому что идет сплошная металлическая трубка. И только вверху под ручкой небольшой пластиковый вкладыш. Сложить можно только подножку, потянув вот эту ступеньку на себя. Ручка в этой модели не складывается. Вот таким образом одевается чехол через верх. Сзади на чехле карманчик под молнию. В наличии в настоящее время в синим, черном и в коричневом цвете. Такие тележки подходят на средний рост и на большой рост тоже подойдут. В смысле рост от метра 70 и выше. Пожалуй, единственный минус таких колес, это то, что они немного подстукивают при езде. По тротуарной плитке, во всяком случае. По асфальту будет нормально. Хочу вам показать аналогичные колеса. Такие же, как в тех тележках, что я демонстрировала. Эта модель была в пользование больше 5 лет. Как видите, с колесами ничего не случилось. Начал металл пронашиваться. Так что, если это колесо даже немного подстукивает, я думаю, это не такой большой минус. Зато в носке оно надежное. Эта модель тележки была на легком алюминиевом каркасе. Покажу также еще одну модель тележки, которая сделана на алюминиевом каркасе. Тележка по виду стандартная, как их много, но колеса здесь такие же жесткие на полиуретане. Снимается колесо таким же образом нажатием на дужку, как и в предыдущем. Но в этом колесе еще вставлен подшипник. Хотя, на мой взгляд, при таком жестком колесе он совершенно не обязателен. В этой тележке, что хорошо еще, что углы выполнены из алюминия. Поэтому она легкая и достаточно прочная. Чехлы здесь стандартные. Они обычно продаются отдельно. Их легко найти, если чехол износится. Чехлы в тележках все идут с пропиткой изнутри, с водоотталкивающей пропиткой. Теперь о еще одной модели тележек. Эта модель тележек встречается чаще. Ручка в этой модели изогнутая. Тележки эти идут на пластиковых колесах. Колеса идут мягче, не стучат по плитке. Подножка складывается в этой тележке так же, как и в предыдущей. Ручка не складная в этих тележках. Тележки эти легкие, удобные. Для города, я считаю, достаточно вполне такой модели при средней загрузке. Но обратите внимание на колеса. Вот эти колеса, которые я показываю на этой тележке, достаточно надежные. Потому что встречаются похожие тележки, но колеса там совсем другие. Выпускаются такие тележки в разных расцветках чехла. Я вам показываю модель, которая на сегодняшний день есть у нас в наличии. Чехлы, как правило, в таких тележках заменяемые. И их можно купить отдельно. Двигаются такие тележки очень легко, удобно. Но если вы спускаетесь по лестнице или где-то с бордюра, то желательно ее приподнимать. При бережном отношении колеса такие служат довольно долго. Сейчас покажу колеса крупным планом, которые желательно выбирать, если у вас такая возможность есть на таких тележках. Чаще всего на таких тележках встречаются колеса, которые черные. Но в данном случае белое колесо посильнее. В нем более мощные ребра жесткости. Цвет на самом деле значения здесь не имеет. Они такие бывают и черные. Имеет значение сама модель. Подобные тележки встречаются еще на таких вот колесах, похожих. Они, как правило, дешевле. Но они достаточно слабые и мы такие на продажу обычно не берем. Если есть возможность выбрать такое колесо, как показывала раньше, лучше брать его. Еще одна модель тележки довольно бюджетная и вполне надежная. Довольно высокая тележка. 98 сантиметров по высоте. Подходит и для людей с большим ростом. Колеса здесь крупные, пластиковые, цельнолитые. На колесах отверстий вообще нет никаких. Как правило, такого плана колеса достаточно крепкие. Ручка в ней тоже не складывается, складывается только подножка. Чехол, как и у других моделей, стягивается на веревочку и просто закрывается на клапан. Для утяжеления на клапане пришита полоса из пластика внутри, чтобы клапан не сдувало ветром. Едем дальше. Тележка на пластиковых колесах со складной ручкой. Подойдет под любой рост, в том числе и для людей, которые выше 1,7 м ростом. Сама тележка высотой 1,3 м. Если нажать вот так на дужку ручки, то тележка складывается в более компактный вариант. На трубку металлическую одето специальное синтетическое покрытие такое. Такой вариант хорошо покупать для машины. Она может лежать у вас в машине и занимать много места. Если вам, допустим, нужно с рынка подвезти продукты к машине, это удобный вариант. Ну и в транспорт заходить со сложенной ручкой удобнее. Колеса в этой модели неплохие, но все-таки немножко слабее, чем тот вариант, который белая я показывала. Теперь немного о тележках, которые идут на колесах с металлическим основанием. Сверху эти колеса прорезинены. Тележка, в принципе, неплохая. Достаточно прочная. Очень часто такие модели у нас покупают на даче, где нагрузка большая. Ручка в этой тележке складная, точно так же откидывается назад, как предыдущая, но предварительно нужно отстегнуть липучки. Из минусов, пожалуй, можно назвать два. Эти тележки малость тяжеловатые и на плитке тоже малость подстукивают. По высоте тележка 91 сантиметр. Это подходит для среднего роста больше. Маленькая рядом 87 сантиметров по высоте. Маленькая модель аналогичная. Из плюсов этой тележки то, что углы у основания выполнены из металла. По высоте похожие тележки бывают и более крупные. Чехлы бывают разные. Например, вот в варианте гобелен бывают. И такой вариант цифровые. Теперь о двух моделях маленьких тележек, которые в пользовании у наших покупателей были, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Первая модель вот эта в синем цвете и в черном. Складывается только в плоскую. Ручка не складывается в этой модели. Колеса такие я показывала в начале видео. Для этой маленькой тележки таких колес вполне достаточно. На чехле открытый карман сбоку и сзади под молнию карман. Чехлы плотные, бывают в продаже отдельно. И вот эта модель в клеточку со складной ручкой. Ручка складывается так же, как в предыдущей модели. Колеса, запоминайте, как выглядят. Эти колеса тоже хорошие. Теперь вот у такой модели тележек, трехколесная которая. Служит эта тележка для переката по лестнице. Чаще всего покупают люди, которые живут в пятиэтажке, которым нужно на этаж подняться. Ну или у кого по дороге домой много преград в виде лестниц и бордюров. Это я показываю среднюю по размеру модель. Моя родственница пользуется такой тележкой порядка пяти лет. Очень довольна. Эта модель идет со складной ручкой, как и предыдущая. Колеса, правда, при езде немного подстукивают такие. Из минусов, на мой взгляд, все-таки она немного громоздкая получается. Для тех, кому, например, нужно в транспорт заходить с такой тележкой, немножко все-таки она более крупная по сравнению с предыдущими моделями получается. Варианты чехла бывают разные в таких моделях. У нас пока вот в клетке и гобелин. Ну и, пожалуй, самая крупная модель тележек. На алюминиевом каркасе она идет, поэтому она легкая получается. Колеса здесь на подшипниках крепкие. Угол у основания тележки выполнен из алюминия. Такие модели у нас покупали люди на кафе. Им приходится каждый день подвозить фрукты и овощи с рынка. Ну и на даче часто тоже такие модели берут. Чехол продевается сверху и дополнительно крепится в нескольких местах на липучке. Вверху стягивается шнурком и дальше закрывается на карабин. Сделаны удобные наружные карманы. В коробке встречается, как правило, 4 расцветки чехла. Синяя, бордо, черная и коричневая. Колеса на подшипниках двигаются легче. На плитке не стучат, идут мягко. Модель по объему чехла крупная. Пока листала галерею, попалась на глаза одна тележка, с которой приходила женщина недавно. Это небольшая тележка. Они были у нас давно уже. Не менее 7 лет точно в пользовании эта тележка. Пока таких тележек у нас нет. Но, как видите, при нормальном пользовании очень даже неплохо сохранилось. Без замены деталей. Ну и еще буквально пару слов про тележку, которая идет без чехла. Такая компактная тележка, которую можно взять с собой даже в пакет. Колеса в этой тележке небольшие, но прочные. Тоже идут на подшипниках. Хороший вариант для машины, если нужно подвезти что-нибудь. Площадка довольно далеко уходит вперед. Можно поставить коробку. Дополнительно в комплекте обычно идет шнурок, которым можно прикрутить эту же коробку или сумку. Бывают такие тележки и покрупнее. Эта модель такая минималистичная. Надеюсь, вам поможет наш обзор при выборе тележки. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч!